Это Любовь Соболь. Вчера произошла авария при запуске ракеты Союз, которая должна была доставить новый экипаж на Международную космическую станцию. Как пишет Интерфакс, после старта у Союза аварийно отключились двигатели второй ступени. К счастью, сработала аварийная система спасения Союза и экипаж в составе российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга благополучно приземлился в Казахстане. С космонавтами все в порядке, они уже вернулись в звездный городок. Причину аварии еще предстоит выяснить. Заниматься этим будет специальная комиссия, которую уже создал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Пока в Роскосмосе сообщили, что при разделении первой и второй ступени произошло столкновение и что, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени. Наш космос регулярно преследует скандальные новости. Только в начале сентября стало известно, что в корпусе Союза, который находился на МКС, нашли дырку от дрели. Сначала РИА Новости сообщили, что отверстие появилось на Земле по халатности. Затем коммерсант написал, что одна из версий, что дырку намеренно просверлили американские астронавты. Но однозначного ответа на это вопрос нет. Ясно только, что дырка там откуда-то появилась и мы до сих пор не знаем откуда. В марте 2017 года нашли брак в двигателях второй и третьей ступени ракет Протон. Дефектными оказались более 70 двигателей, а это был практически весь задел по второй и третьей ступеням на тот момент. Причина брака в том, что при сборке использовали не тот припой. Рассказывая, как же так вышло, бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что у кладовщицы была серьезная травма и не было преемственности в работе кладовщиков. Но невероятно же, кладовщица на больничную ушла и вот уже 70 космических двигателей, оказались бракованными. И это космос, гордость страны. Еще более удивительной была причина падения ракеты Протон-М в июле 2013 года. Оказалось, что при сборке перепутали полюса датчиков. Рабочий, который этим занимался, выполнял эту работу всего второй раз. И вот из-за этого ракета стоимостью несколько миллиардов рублей разбилась на виду у всего мира. Но на авариях скандалы с космосом в России не заканчиваются. Были еще коррупция и хищение при строительстве космодрома Восточный. ФБК расследовал нарушение при строительстве этого космодрома еще в 2015 году. Или вот предложение тогда еще вице-премьера Рогозина, чтобы США доставляли астронавтов на МКС с помощью батута. Интересно, Рогозин вспоминает это предложение сейчас, когда обнимает американского астронавта после падения Союза. Когда Илон Маск запускает свои ракеты, мы радуемся, потому что это наука, космос и прогресс. Но хочется же смотреть, каких успехов достигает наш Роскосмос. Не читать про перепутанные датчики или батуты, а смотреть за успехами. Это же космос, он всегда был нашей гордостью и хочется, чтобы таким оставался. В Хакасии избирком потребовал снять с выборов кандидата от КПРФ, который выиграл первый тур губернаторских выборов. Первый тур выборов главы Хакасии прошел 9 сентября. Коммунист Валерий Коновалов обогнал действующего на тот момент губернатора единоросса Виктора Зимина на 12 процентов. Это была сенсация, еще бы, действующий губернатор и проиграл больше 10 процентов. Стало ясно, что во втором туре с очень высокой вероятностью победит именно коммунист. Тем более, еще и на выборах парламент Хакасии тоже победили представители КПРФ. Второй тур губернаторских выборов должен был пройти 23 сентября вместе с аналогичным голосованием в Владимирской области и Хабаровском крае. Но если в этих регионах выборы прошли и единороссы там проиграли, то в Хакасии до этого решили не доводить. 21 сентября Виктор Зимин снял свою кандидатуру. После этого второй тур выборов принесли на 7 октября, но и в этот день ему было пройти не суждено. На этот раз за несколько дней до голосования отказался от участия в выборах кандидата «Справедливой России» Андрей Филягин. По данным ведомостей снять своего кандидата и предлагали и КПРФ, но коммунисты делать это отказались. Сам Коновалов также заявил, что не сдастся и свою кандидатуру не снимет. И вот теперь избирком хочет снять его с выборов через суд. Победителя первого тура и главного претендента на победу и на каком же основании? Официальная причина, что в документах написано «Коммунистическая партия Российской Федерации, Хакасское региональное отделение КПРФ», тогда как в Игоре Юл название звучит так «Хакасское региональное отделение КПРФ», а постановление о выдвижении не заверено подписью глава отделения партии, то есть самого Коновалова. Это при том, что сам же избирком Хакассии и зарегистрировал Коновалова по этим же документам. А теперь вдруг оказалось, плохие документы не подходят. И все это в тот момент, когда кому-то очень хочется снять коммуниста и отменить эти выборы вообще, чтобы потом выдвинуть от власти кого-то, кто не провалится как Зимин. Таким действием удивилась даже глава Центроизбиркома Элла Панфилова. Республиканская комиссия подала сама на себя в суд, чтобы фактически отменить предстоящее повторное голосование по выборам губернатора. Заявила она и потом добавила, что подобные действия могут нанести непоправимый ущерб всему избирательному процессу в республике. После такого Верховный суд Хакассии отложил заседание по Коновалову на 15 октября, но что будет на том заседании непонятно и вероятность снятия коммуниста сохраняется. Надеюсь, Элла Панфилова понимает, что если Коновалова все-таки снимут, то рассказы «ну я же была против» не помогут и ущерб будет нанесен избирательному процессу не только в Хакассии, но и во всей стране. Однако Хакассия не единственный регион, где происходят странности с выборами. Несколько дней назад СМИ написали, что в Кремле обсуждает недопуск на выборы в Приморье коммунисты Ищенко из-за низкого рейтинга Кожемяка. Напомню, что в Приморье во втором туре выборов губернатора коммунист Ищенко выигрывал после подсчета 95% голосов, а потом волшебным образом проиграл. Вскоре эти скандальные выборы отменили. Единорос Старосенко, который был кандидатом от партии власти, ушел в отставку, а его место и занял бывший губернатор Сахалинской области Олег Кожемяка. И вот теперь, как пишет Дождь, в Кремле обсуждает снятие Ищенко. Рейтинг у Кожемяка, видите ли, низкий. Отличная логика, господа из Кремля. Сразу видно, как вы к выборам и к правам народа относитесь. Когда кандидатов, которые имеют самый высокий рейтинг, хотят снять с выборов, это не выборы, это стыд и позор. И если Коновалова и Ищенко реально не допустят, то спрашивать мы за это будем с главы ЦИК Эллы Памфиловой. Вы же нам, Элла Александровна, рассказывали про честные выборы. Вот и извольте обеспечивать. Суд арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Их обвиняет на падении на водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука и директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, был арестован брат Кокорина Кирилл. 8 октября стало известно, что Кокорин, Мамаев и еще несколько их друзей вступили в конфликт с Денисом Паком и гендиректором в губ на МИ Сергеем Гассиным в московском кафе. По данным СМИ, футболисты оскорбляли чиновника по национальному признаку, а потом Кокорин ударил его стулом. Но это еще не все. Оказалось, что перед этим они еще избили водителя Виталия Соловчука, который работает на ведущую Первого канала Ольгу Ушакову. В результате водитель оказался в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Черепно-мозговая травма и ушибы зафиксированы и у пострадавшего чиновника Дениса Пака. Ну а Кокорин с Мамаевым стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в нанесении побоев и хулиганстве. Причем по статье о хулиганстве им грозит до 7 мили от лишения свободы, пока их отправили в СИЗО. Новость про избиение стала сразу одной из самых главных. Ну еще бы, пьяные футболисты-миллионеры избивают людей стульями. И сразу стали говорить, что и Кокорина, и Мамаева надо примерно наказать. Посадить, пожизненно дисквалифицировать, заклемить позором. Видео, где они бьют людей, конечно, отвратительно. И дело на них завели уголовное правильно. Но вот СИЗО. Всех ли обвиняемых хулиганствами нас отправляют в СИЗО? Вот в августе в Москве задержали миллионера и бывшего сенатора Умара Джабраилова. Писали, что он стрелял из пистолета в отеле и при этом еще сдал положительный тест на наркотики. Против Джабраилова завели дело о хулиганстве по той же статье, что и против Кокорина с Мамаевым. Только тут была первая часть, а не вторая, так как Джабраилов был один. В итоге его сначала отпустили под подписку о невыезде, а затем оштрафовали на 500 тысяч рублей. Даже условный срок не дали. В сентябре прошлого года главу московского штаба Навального Николая Ляскина ударили трубой по голове. Дело тоже завели по статье о хулиганстве. Вскоре нападавший был задержан. Им оказался ранее судимый житель Ленинградской области. Его сначала тоже отпустили под подписку, а потом осудили на 11 месяцев исправительных работ. А теперь сравните с Кокориным и Мамаевым, которых кто-то уже на 7 лет посадить требует. Отличается, правда? Еще раз повторю, я смотрела видео, и действия Кокорина с Мамаевым отвратительны и заслуживают наказания. Но суд должен быть судом. В отношении футболистов, чиновников и кого бы то ни было. Любое дело должно рассматриваться, исходя из его обстоятельств, а не потому, что кто-то решил кого-то примерно наказать. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.